что как только общество более-менее становится сытым, оно становится более моральным, как ни странно. Поэтому приезжайте в Европу, там достаточно огромное количество людей, которые помогут, добродушные, милых и так далее, и так далее, потому что они достаточно сыты. Нищие не помогут. И вот эта тенденция чуть-чуть началась, мы уже стали помогать, переживать, давать деньги и все. В это время сейчас произошло такое колоссальное падение всего бизнеса и денег и всего остального. Колоссальное падение. И отсюда все опять сейчас остановится. И вот такого прямого ответа, делай так или делай так, нет. Нет прямого ответа. Я говорю, на сегодняшний день мы застряли. Мы начали потихонечку двигаться к европейским путям, почти некоторые люди научились уже ездить, уже уступают машинами и не лезут вперед, но тем не менее таких мало. Но уже началось. А это от того, что люди уже сыты. Как только у меня появилась большая машина, я перестал гонять как сумасшедший. Я знаю, что могу обогнать практически всех. Я стал тихо. Я сейчас говорю, но видеть, когда ты пытаешься выехать на дорогу, а левый человек начинает ускорять скорость, увеличивать скорость для того, чтобы, не дай бог, я перед ним не повернул, это страшно. Страшно. Просто страшно. На это смотреть, на это. Завтра же он же так же будет вылезать. И вот это, так сказать, вот более-менее, если уже люди пропускают, уже, пожалуйста, проезжайте улыбаться. И вот наша экономика нас вернет, опять будут злые, кидаться, бить друг друга там, кто кого подрезал, хвататься. Войны на дорогах — это страшно смотреть, дубинами начать молотить и так далее. Стрелять, я же, что хочешь, ну, из-за такой ерунды. Это от того, что общество голодное, и, так сказать, отсюда все и происходит. Поэтому будем ждать. Экономика, она вся как бы волнами ходит. Будем ждать волну подъема. Люди станут добрее, станут пропускать дорогу, уступать место, помогать кому-то. Просто помогать, потому что этих людей мало. Должно быть больше. Благотворить могут только люди, которые есть, что съесть. Или совсем бедные. Два варианта. Или серьезно богатые, которые делятся, или безумно бедные, которые все равно. И он твою последнюю рубашку тоже отдаст. Вот эти две края. Средина вся пока зависла. И знаменитый миддл-класс, который, как правило, во всем мире, в капиталистическом мире делает погоду на все, и ценник держит именно миддл-класс. У нас он начал образовывать, он сейчас завис и остановился. И разорение, которое идет постоянно, оно на это действует. И, соответственно, класс сейчас тихо-тихо развалится. И уйдет на совсем бедных и на 3-4 человек, которые по 5 прыгнут вверх. Вот все. Субтитры создавал DimaTorzok